Игнот Умлигатус это канал о дипломатической истории. В основном на нем рассказывается о малоизвестных государствах, протекторатах и марионеточных странах. Если вы не знали, что такое Серединная Литва или Лемковская республика, то прошу сюда. Игнот Умлигатус, канал о малоизвестной истории. Ссылка в описании. Всем привет, я Эмбро, наша компания продолжается за Австро-Венгри. Сейчас тут пару годиков посидел, если не больше, и уже готов сделать высадку. Флот стал у нас намного больше авиации, кстати, тут нужно поставить новые истребители, вот так. Да, я 5000 бомберов сделал, что точно наверняка. И новенькие истребители. По поводу осман, там сказали, что я не освобождаю осман, когда заявил, что делать нечего, на Нидерланды напал тут, а османы-то, блин. Ну, ребят, посмотрите вы на это. Я не очень-то имею много желания сюда тоже залазить. В советы, блин, войска перекинули 21 дивизия, 20 дивизий, и стоят тут истощаются всей толпой. Это, я не знаю, как это называется, это просто полный капец. Будут здесь с ума сходят. И чё, мне нет, ну конечно, можно как-то высадку провернуть и чё-то реально сделать, а не пытаться здесь мучиться, потому что здесь без шансов просто. Ну, я реально стану, буду тоже истощаться, всё, я не пробью. Хотя танки может направить, стоит попробовать, 11 штук. Этому Британию без них возьмём, давайте поехали. Попробуем поковырять, если получится, может высадку прорисуем. И насчёт Японии, может быть её не придётся брать. То есть она в рамочке, но бывает такое, что берёшь Британию-то, например, и всё, Япония из рамочки выпадает. Так и произойдёт. Опа, британцы, фига себе, тут у них 6 дивизий. Да, и вообще, они не замещают, да, что я тут готовлюсь как бы, ну ладно. По ячейкам строить абсолютно нечего, поэтому сейчас я, пожалуй, буду просто брать и конверсию проводить фабрик наших в военные заводы. Вот просто возьму всё, поставлю, потому что у нас фабрик сильно много, плюс от торговли получаем ещё 23, нам столько этой фабрик уже не надо. И, в принципе, не надо будет, потому что всё построено. А что-то ещё где-то строить нельзя просто. Не, ну можно, конечно, там как-то Америку застраивать. Кстати, да, насчёт Америки я вот чё сделал. Попросил территории у Мексики, кстати, вот эти вот надо тоже попросить. Техас, а, не, слушай, вот это не отдаёт. Ага, ничего себе. Оно никакие не отдаёт. Кстати, даже вот это? Офигеть, ладно. Видите, тем более не отдаёт, тут у неё претензии висят. Ну и тут, конечно, сопротивление, но это мы не чувствуем особо. У нас всё с оснащением и людскими ресурсами хорошо. Ой. Тут войска у нас немножко страдают. Может вообще нафиг отсюда уйти? Давайте просто уйдём, а? Потому что, ну это, это уже перебор, ладно. Всё. Просто тут ситуация была такая ещё терпимая, но когда я увидел вот это вот, оснащение 1%, я сейчас понял, что, не, тут лучше не задерживаться. Давайте наш флот сейчас разместим сюда вот. Охота на конвои. Вот тут у нас ещё флотилия отдельно, как бы появляется сюда, корабли чуть не хотят добавляться некоторые. Вон, по чуть-чуть только добавились. Ладно. И поставим, конечно же, Хорти. Управляется тут в основном подводными лодками. Тоже охота на конвои, чтобы сразу ловить в первую очередь их. Вон, поймали что-нибудь. И сейчас флот должен британский тут появиться. Ну пока только... А, вот, вот, вот. Правда не британский, но тем не менее появился. Сейчас авиацию ещё размещу. Ну я сейчас здесь тысячу поставил. Вон, должны ещё сработать. Так, а у нас тут кораблики-то наши сейчас уменьшаются. А чё случилось-то? Тут нормально. Ох, 58. А чё, у нас прям подводные лодки такие никакие, что ли? Ну это, видимо, ранние подводные лодки, а не картонные какие-то, что ли. Ужас. Столько потеряли. Ну здесь, ладно, и... Серьёзно, вот эта фигня мелкая нас так и здесь размотала? Ладно, ну с авиацией-то должно быть нормально сейчас. Давайте. Так, чё-то получается. О, есть. Авиация работает. А высадка? Всё ещё недоступна. Да, тут проблема была с высадкой. Так, смотрите, хватит чиниц, идите работать, а то наш нормальный флот возьмут и уничтожат. Сюда. Нормально? Так, хорошо. Мы там с этой мелочью разобраться не можем. А где... Ааа... Класс вообще. Не, ну тут немножко осталось. Почти их добили. Вон, минус 7. А где британский флот? Где-то 250 кораблей, я его здесь не вижу. И очень надеюсь, что не увижу. Так, тут тоже получилось. Чё-то нет, может подводные лодки вообще не делать? Ну это просто капец какой-то. Давайте ещё поставлю сюда вот броненосный крейсер. И еще Ну, легкий крейсер Вот так Капец, у нас от кораблей осталось сколько? 79 штук Вы серьезно? Так, это размотали Процент О, все, можем делать выставку Поехали Нам бы сюда пробиться, конечно Я очень надеюсь, что пробьемся Так, подожди Авиация вся вот сюда И давайте Поддержка с воздуха Эм Ну Ну, что-то получается Что-то Да, да, нормально Получается Сейчас пробьемся Так Один аж этот Крупный флот Ты сейчас тут живой Вот Давай-ка сейчас Ты пока, может быть, просто встанешь Вот так вот Чтобы просто постоять Подплыви сюда вот И побомби Во Поддержка теперь с моря есть у нас И Давай Постоит как раз Чтобы еще в дубр пробиться Так, давай, давай А ротацию они не хотят проводить, да? Да, класс Пошли в дубр И вот сюда вот Хоп Дальше Сюда Бля, какие Ну просто Смотри, коробки ездят И вон Как нагибают-то Нориш взяли Сюда вот Теперь давайте Вот так вот И закрываем здесь Ребята, этих там Дивизий У британцев Ладно Просто я хотел сразу Завидеть, что их тут мало Потому что, ну Как-то их вроде мало Визуально Так на глаз Если прикинуть А их на самом деле По 200 здесь Жесть Ам Ну где они конкретно Не, так, конечно Британия Классика Но просто Обычно Ну там плюс-минус 100 дивизий И тут она держит Штучек 5 Но когда их 200 Я ожидал здесь Увидеть штучек 10 Соотношение Не должно меняться Ладно, давайте Поехали Сразу атакуем Агрессивно Это делаем Танки не стоят Поехали Все Ну это фигня Понятное дело Ливерпуль Давай берем Погнали Севернее Так, Япония Все, Британия Капитулировала Японию что, брать надо? Надо брать Японию И все Она одна единственная Здесь осталась Капец И как нам до нее Вопрос Добрас По нашему флоту Который здесь остался В принципе вообще 55 штучек Капец Его надо Спасать То есть сейчас Я просто возьму его О, объединился И вот сюда вот Ну-ка давайте Смотрим Дальность Ну вот тебе и дальность То есть отсюда Мы доплыть сможем Да никуда мы не доплывем Вообще Значит Че остается Добираться как-то Пешочком Есть вариант Пройти вот таким вот образом Вот сюда вот По югу Через первый севантан То в республику Китай Добраться прямо сюда Вот и размотать Японию Китайцы здесь Ля Неплохо 250 по 300 дивизий У советов Еще больше Хм Но на советов Как-то даже нападать Особо не хочется Потому что Вы видите Как они нам помогают Да, для галочки просто Но они Столько дивизий отправили И пытаются что-то делать А это уже как бы Дорогого стоит Поэтому даже не знаю Пытаться через юг пробиваться Либо через советов Ну просто через советов Тут пройти Ну хоп И все И ты уже сразу здесь Вот это вот Пускай будем проходить По территориям Наших текущих врагов Но тем не менее Это очень долгое Может быть занятие Я думаю Будет интереснее налететь На советский союз Да, давайте так и сделаем Пройдем вот сюда вот А эти земли Их смысл оккупировать Мы их и так В любом случае Возьмем И заберем себе Намерные конференции Потом Потому что это фигня А напав на советов Мы их тут хапнем Тоже Сразу двух зайцев убьем И доберемся до Японии И здесь вот расширимся Да, советов жалко Но опять же Польза их минимальная Хотели бы помочь Ну стали бы реально Помогать А не вот этим вот заниматься Османы Ну Вы тут я смотрю Уже так хорошо устроились На Балканах Так что Оставайтесь Не надо вам вот это вот Поменялись Греции местами И пойдет Делаю сейчас еще войска Поставим вот сюда вот Так Нам еще шестерочку Забабахать Вот так И что там у нас Не хватает Танков Четыре тысячи Ну тогда лучше Наверное переключаться На них Потому что Я тут как-то перебрался Этими самолетами Кстати здесь нужно Авиабазы строить Как раз Это мы сейчас и сделаем Потому что там претензия Будет готовиться Долго Заодно успеем Авиабазу сделать Так Ну и занимаемся Конечно же Нашими танками Тяжелыми Мы должны отомстить За всех жертв Революции Вообще у нас На самом деле Воевать Советами поводов Достаточно Сами понимаете Что тут хоманисты Это делали Да есть коммунисты Которые на нашей стороне Оказались Но они оказались Потому что у них Выбора то не было Тут либо сами по себе Либо с нами Вот они выбрали быть с нами А вот насчет Германии То восстание Спартака Ленин Но тут что-то не чисто Понимаешь Так что Давайте мы доберемся до Москвы И сами у Ленина спросим Что что было то А если он решит Отступить на восток Так будем идти на восток Пока не встретим И не спросим Я считаю Это будет вполне адекватный Повод повоевать Кстати можно уничтожить Ленину Мы когда территорию захватили У нас Возможность такая появилась А вы говорили Нет линии Можино Там Первая мировая Какая линия Можино Ну вот же написано Вот все Я отталкиваюсь От механики игры Я вот конкретно Это имел ввиду Когда тут все рассказывал Чисто траншип Под четверочку Ну понятное дело Что здесь как бы Еще и не сделали Но я имел ввиду Вот это вот Укрепление То что здесь имеется А так оно В принципе посмотрите Что из себя представляет Под пятерочку Тут вон кстати Восточный Альзаслоттеринге Укрепы Немецкие хорошие конечно были А вот это мы тут нарисовали Тут укрепы Польские Неплохие такие Да и все Ну это конкретно Траншеи А сами укрепления Ого Нидерланды застроились Под двоечку Не укрепы тут Минус пятнадцать делают А траншеи Они дают хороший Защитный бонус Чтобы снизить Их эффективность Нужно атаковать С нескольких направлений Ну это и здесь тоже Просто здесь минус пятнадцать процентов А тут непонятно Хорошие Это больше минус пятнадцати Или хуже То есть это отлично Наверное Короче непонятно Так Мы ставим под сомнение Советский суверенитет Ну это уже фигня пошла какая-то Но мы конечно сейчас Советов спонсируем люто Посмотрите Хром закупаем на 27 фабрик Но нам хром нужен Для этих вот танков Да как раз Эти танки мы и направим В Советский Союз Он не догадывается Что вот это самое Но торговля выгодная Так что можно наверное Ему порисковать А тут кстати у Советов Прямо истощение Хорошее имеется А у нас в этом плане Тут прекрасно Смотрите Не ну здесь конечно бы Узел кстати Снабжение построить Давайте это сделаем Здесь тоже желательно влепить И вот тут Во Что потому что наверняка О блин А я не ожидал Что они войске будут делать Как-то серьезно Я думал то что Бот до этого не допрет Что прям сюда Я думал будут продолжать сюда А ну нет Не хотят Ладно У нас тут еще есть армии Давайте это вот перекинем Уничтожим войска еще Антанты Потому что это Ну котел по сути будет А наши союзнички Вон испанцы Так они еще сами справятся Вон кстати Лондон Освободили Но уже все Смотри Офигеть Как хорошо Давайте с Бристоля Сейчас выгоним Антанту Она сюда вот отступила И тут мы сейчас Ох как хорошо Слушай Офигеть Ну-ка У британцев потери там Какие сейчас нарисовались 4 миллиона 440 тысяч Американцы 6 лямов Франция 5700 И продолжает потери нести У нее дивизии остались Она пытается Ими выездки делать У Германии 5600 Это без учета того Что она села еще там Когда была на нашей стороне Индия 2 миллиона потеряла Но войск у нее при этом Все равно хорошо Я думаю там она вообще не чувствует Такие потери Египет полмиллиона Голландская стыдня Тоже Нормально так Ну а здесь Кстати Ого Испанцы 2 миллиона почти с половиной При этом и 2800 потеряли Что-то испанцы здесь Какие-то комикадзии что ли Вон 200 дивизий Кстати уже накопили Видимо это тут потери Господи Тут еще больше и больше Так я сюда танки подвел Но не пытался ими атаковать Резерв 35 А тут наши танки даже Не войдут в битву Не-не-не Ну нафиг Валим отсюда просто Это жесть Ну че Все готово Давайте будем атаковать Поехали Оба И так Румыния Давай-ка может быть тоже Кое-что Ты не хочешь почему Опасные границы с врагом А слушай Ладно-ладно Сейчас мы разберемся А нет Ты решил все-таки вступить Хорошо Все Колбочки везде зеленые Кое-где были конечно красные Но потом мы подрались И все прошло хорошо Теперь здесь уже фронт Советы никак не восстановят Ого Тут сколько советники начали войск Сюда кидать Вау Может быть вы отсюда хоть Как хорошо Это все-таки мы сделали не зря Вы посмотрите Тут истощение прекратилось Глоток свежего воздуха Для всех вообще участников Данного конфликта Нам спасибо будут сейчас говорить Потери сейчас советов Кстати можно смотреть У них 400 тысяч уже Уже почти дошли до кива Вот близкриг Самый настоящий Так значит Мы сюда прошли Гомель взяли Смоленск тоже И опа Почти Петроград взяли Ну-ка давайте Пошли Пробиваемся Ну через речку конечно Но слушай Получается Неплохо Москва уже Слушай Очень близко находится На самом деле Мы очень быстро Продвигаемся Что-то мне кажется Или у нас войск не хватает Ах Господи Красота какая Так Значит Мне вообще наверное Вот эти вот Хотя их отсюда убирать Даже не хочется Вот смотрю на эти высадки Просто можно войска Тоненькие поставить сюда Вот на север Давайте так и сделаем Сейчас их произведу Поставим на север Чтобы они тут просто стояли А уже по югу Будем проходить А то войска у нас Равномерно размазываются А здесь нам столько не надо Вообще Сделаю сейчас я 48 гусаров Они у нас Вот что из себя представляют Пойдет Разведка Саперка тут Хватит этого Абсолютно Сейчас Вот эти войска Мы отсюда уберем Давайте поставим Сюда вот Все Переходить Так В принципе Сейчас можно просто взять И тупо Убрать с севера фронт Опустить его на юг Здесь стоят вон Итальянцы Испанцы И так далее Так что я думаю Этого хватит Зато сейчас На этих участках фронта Будет больше войск наших Поэтому станет проще Продвигаться Но истощение Конечно блин Везде лютое Сейчас А я рот обеспечения Никуда не пихал Правильно Ну да нет Вот стоит же А что так Истощаемся Будет ее в принципе И поминей не было никогда А тут Кстати надо ее еще прокачивать Пускай превышение будет Но там Ничего страшного Тут уже нет исследований Без превышения Абсолютно у всех есть Так что 500 дней Это нормально Средненькое такое сейчас число Сколько нужно ждать Пока исследование возьмется А здесь Может помогаете Итальяшкам То есть Слушай Сколько у вас войск Соточка Ощущение будто больше Здесь британцы Выстки делают Они походу В Африке Все свои войска держали Ух ты господи Вы посмотрите Сюда тоже Выстки делают И у немцев Вон дивизия нормально Ну давайте Давайте будем здесь Атаковать И заодно еще Сделаем котлы Ну я сюда поздно Обычно Посматриваю Поэтому Сейчас тут Антанта Войска накопить успела Когда мы сюда Выстку сделали Здесь же никого И не было вообще А тут вон Хардкор пошел Кстати Советская Россия Капитулирует Подожди Что? Так быстро? Серьезно? Мы там Питер, Москву взяли Юг И все Нифига себе Ладно Что нам с тобой делать? Давай-ка сейчас Некоторые территории Здесь я пожалуй Заберу себе Вот эти вот А вот эти Даже можно в Румынии Хотя ну нафиг Ей так достаточно того Что у нее вон Бессарабия сохранилась А вот так вот Может быть Или может В еще восточнее пойти Вообще Крым получить Было бы круто Мы в этой компании Очень мало территорий Просто забирали Поэтому я решил Сейчас что-то в разнос Прям пойти Может быть Ладно Сейчас я подумаю Короче Просто нам же еще Нужны ячейки для строительства А тут их я думаю Будет нормально Короче Сейчас что я делаю Забрал пока Вот эти вот территории Думаю пойдет Я еще домилитаризовал Саратов Став лайко стей Саратова обязательно Дальше Право на ресурсы Ну везде Где только можно Репарация за войну Конфискуем Гражданские фабрики Везде Где только можно Блин Офигенные кстати Требования Устранить войну промышленность А Да я думаю Нам не надо Да Давайте без устранения Потому что Как бы Тут это самое Маринит конечно Это наша будет Поэтому Нам желательно Чтобы промышленность У нее такая была Так И давайте Репарация тоже Хоба Все А это мы не трогаем Следующее исследование По высадкам У нас откроется Только через Шесть лет Ну Откроется возможность Взять его без дебафа А то полторы тысячи дней Ну вообще Как бы Ну давайте поставим Пускай Зато быстрее Звучим таким образом Значит Значит сейчас Будем делать в Японии Высадку опять Пятью дивизиями Но У нее своих дивизий Побольше Конечно Восемь где-то Плюс-минус Значит Кораблей Меньше чем у Британии Но вопрос Она будет их там Не держать Как британцы Делали Вы заметили Мы там вообще Даже не встретили Корабли британцев Никак Там союзники Плавали Вот так чуть-чуть Здесь же Можем встретить Я понял Что у нас Подводные лодки Это просто Полная фигня Картонка Которая ничего не делает Поэтому сейчас Мы сделали Вот эту вот красоту И что-то должно Поделаться Так что давайте Сейчас мы отправим Эти вот корабли Вот сюда Тут тем более Кстати флот Советов Точнее австро-венгерская Россия остался 70 кораблей Вот тут Находится Немножко Тоже Так что Пускай будет Сейчас Да я думаю Сюда одну армию Отправим И этого нам хватит Так Раз Два Три Четыре Пять танков Отсюда Вот сюда Так А здесь Кстати Котел Да что тут Плавать А Жесть Ладно Сейчас это закрываем Может мне вообще Еще войска сюда Перекинуть Вообще Как бы да Можно Какую-то еще Армию взять Например Вот эту вот Отправить тоже Вот сюда Давайте А то здесь Как бы войска Закотлили наших союзников Это уже так дело Не пойдет Чего швеццы Вводят против нас эмбарго Колумбия тоже Норвегия Парагвай Панама Вы чего Торговать не хотят А Ну ладно Как хотят Сансы понаводили Я думаю Тут уже бесполезно Они будут Атакуем Кстати теперь еще и с вот этой вот стороны Давайте Войска сюда вот отправлю И будем Продвигаться Поосвобождаем османов Ладно Так уж и быть Давайте это сделаем А здесь Кстати Египет Сидит Россия Давай ну Позанимайся этим Он Говорит Пробиться не может Капец Так Эти войска Пока Вы на жидашке Передвигаетесь Чего пешочком Топается Во Британцы здесь запрятались А ну Типа И моего Капец Какой то Здесь авиабазы Сейчас я строю Самолеты Ставят перекину Чтобы уж наверняка Тут с флотом Разобраться Ах слушай А тут же он Японцы граничит С нашей Россией Это Чего господи Ты Новую границу чертишь Смотри Что делает Хабаровск взял Капец Так ребята Давайте подходим Все разбирайтесь Что ты делаешь Почему ты по границе Идешь Спасать египтян Наверное Слушай походу Да Реально Спасла В какой то степени Правда Здесь тоже проходит Ну это союзники Этим займутся Ничего страшного Я не понял А здесь железная дорога Что ли не проходит Тут нет ждашки Блин точно Капец Это сейчас я придется тянуть А тут по логистике Жесть Вы на это просто посмотрите Тут ждашки Даже советы не строили Вообще никак А хотя нет Вот подожди Такая маленькая Маленькая есть Но она здесь уже обрывается По единичке конечно Но это вообще не считается Давайте сейчас я вот так вот протяну Сделаем ждашку Вот так вот Узлы тоже понарастаем Ну это дело Конечно будет сейчас Небыстрое Да Мы сейчас подошли сюда Начинаем истощаться И высадку делать Истощенными войсками Это бессмысленно Потому что они сразу Отправятся обратно домой Если конечно Встретят противника Если не встретят То нормально Поэтому можно попытаться просто Так Здесь Давайте добиваем их Тут Тоже атакуем И потери еще сильнее вырастут У этой Британии До 5 миллионов скорее всего И дивизии у них Заметьте Все еще где-то 140 То есть они реально Где-то их держат 140 Я не думаю что где-то здесь Вон тут Южная Африка 329 Но все равно А вон высадки Все равно страдают А вот эту вот фигню А нет будем сразу сдаться И все Пытаются тут Сражаются Хотя бы сюда высадки не делают Ну давайте за кадром Сейчас я здесь вот разберусь В следующей серии Мы уже закончим с Япони И соответственно Со всей Антантой Получается что Первая мировая война Будет закончена Второй кстати В этом мире Скорей всего уже и не будет Это будет одна Единственная великая война Которая положит Конец такого рода конфликта Ну что ж С вами был Эмбер Спасибо большое за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Чтобы больше не проскатывайте видео Оформляйте спонсорку Чтобы получать классный бонус Также играйте в мунициплинарной партии Просто общайтесь На нашей серии В дискорде В ссылке в описании Ну что ж С вами был Эмбер Спасибо большое за просмотр До встречи